МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Альфред Нобель не упоминал ее в своем завещании. Перспективы развития военно-технического сотрудничества сегодня обсуждали во Дворце независимости. Президент Александр Лукашенко встретился с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым. Разговор вышел далеко. За рамки военно-технической сферы позиции Беларуси и Азербайджана во многом совпадают. Как подчеркнул глава государства, наша страна и впредь готова к всестороннему партнерству с Азербайджаном. Мы продолжаем наше сотрудничество военно-технической сферы в том числе. Не хочу ни перед кем оправдываться, какой характер носит наше сотрудничество. Хочу только сказать одно, что наши отношения ни в коем случае не нарушают ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета безопасности, ООН в целом и так далее. Мы суверенные и независимые государства, и мы вправе определять те направления сотрудничества, которые соответствуют духу времени, запросам наших государств. В Беларуси Закир Гасанов с двухдневным визитом глава Минобороны Азербайджана посетит предприятие военно-промышленного комплекса. Сегодня Петр Порошенко подписал закон о пенсионной реформе. С января минимальный страховой стаж для выхода на пенсию будет увеличен с 15 до 25 лет, а к 28 году до 35. Пенсионный возраст при этом изменяться не будет. Реформа пенсионной системы – одно из ключевых требований международных кредиторов для продолжения финансирования страны. Дождливо и ветрено будет в Беларуси на этой неделе. Погоду будут определять атмосферные фронты Западной Европы. Завтра почти везде дождь и ветер порывный до 20 метров в секунду. Ночью до плюс 7, днем до 11. Такая погода будет минимум до воскресенья. Температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы. Ночные минимумы плюс 2, плюс 8. А дневные максимумы плюс 7, плюс 13. К слову, сегодня начали подключать отопление в жилых домах в Минске, в Гомельской области. Это были самые свежие новости к этой минуте. Подробности мои коллеги расскажут в 15 часов. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»